друзья всем большой привет сегодня у нас обзор на аромат мужской это живанши пи нео я знаю что этот аромат дослуженно занимает почетное место во многих обзорах особенно зарубежных блогеров которые делают обзор на мужские парфюмы и я так понимаю что это достаточно такой редкий аромат его сложно найти но он в интернете продается конечно цена на него растет хочу сделать свой обзор рассказать как он у меня вообще появился как мне сказали что этот аромат свое время был супер популярным что все мужчины считали крутым пользоваться им что в общем он видимо какой-то инновационный был в нем использовали впервые какую-то искусственную молекулу супер-пупер крутую поэтому все сходили от него с вот и мне вот с барского плеча досталось вот столько сказали на тебе наверно понравится я сказала а чё ж тебе не допшикать его если ты его почти весь использовал но сказали что пользовались им потому что другого ничего не было поэтому и мы пользовались но как бы супер так сказать что в восторге он не был от него но хороший классный аромат но для него он был слишком сладковат поэтому он с радостью мне отдал остатки когда у него появилась там куча других классных ароматов более таких мужественных ну я бы не сказал что этот не мужественный просто я сейчас вам расскажу свое впечатление о нем может быть кто ищет информацию об этом аромате и мало где находит я свое мнение вам скажу в общем начнем с флакона флакон вообще очень интересный он такой видите как бы ломаный как кристалл как что-то инновационное реально очень красивый вот этот символ в принципе это символ где-то то ли в древней индии то ли в риме то ли в египте но в общем в чем-то древнем сначала символ супер удачи насколько я помню честно я специально не смотрела я просто знаю что вот это вот такие две полосочки и полукруга это кстати у сальвадора феррагамы тоже похоже есть символ там еще одна полоска чем это какая-то такая символ счастья удачи и благополучия в общем какой-то классный символ я не знаю флаконе это специально сделали или нет но во всяком случае это защищает флакон от случайного нажатия и такая оригинальная идея крышки пластик такой вот очень тонн кажется как легкий но выглядит все очень дорого качественно здесь написано живанши здесь pinel в общем я тут уже чуть-чуть осталось кстати так фиксируется нанесу пожалуй на себя уже эту красоту и даже не знала что это такой популярный аромат был и там от него с ума сходили в общем для меня он чем-то похож на dior в начале потому что сразу слышно такие фужерные цитрусы очень так освежает он даже мята для меня слышно очень приятный аромат в общем на мужчине который пользовался и мне кажется чуть чуть больше замыливался на женской кожи такие ароматы более резко звучат но вообще вот я на него пшикала его и нюхал и как бы такой на нем сразу сладкий такой немножко мыльный становится но очень-очень приятный там вот сразу узнается как бы днк живанши на мне это больше ближе к фужером dior а как бы я сказала но потом он потихонечку потихонечку смягчается и тоже такое приятное становится но при этом вот в нем есть горечь каких-то специй которые присущи именно мужским ароматом так у меня кто-то ремонт от решил посверлить мне ну ладно неважно в общем он конечно может быть уже старенький флакончик поэтому не стойкий я бы не сказала что он стойкий он достаточно быстро сейчас раскрывается я подозреваю что он шлейфовый и он скорее всего будет на мне какое-то время и будет о себе напоминать это супер безопасный аромат то есть для любого случая я не знаю если вы мужчиной на вас он как бы тоже может быстро замылиться то возможно он очень приглушенный будет на вас то есть если вы пойдете надушитесь и мы пойдете в ночной клуб возможно он слабо там будет ощущаться но вот для офиса для дня рождения для свидания вообще супер-пупер безопасный аромат действительно если вы найдете за какие-то вменяемые деньги можете спокойно покупать вы не пожалеете ну вот вот эти специи такие остренькие фужерные они очень как-то красиво смягчаются целом приятный очень запах но когда есть такие ароматы как саваш крита вентус еще какие-то лет супер популярные сейчас ароматы мужские филипп лейн вот вышел с ароматом совершенно просто безумным сильным таким и интересным в принципе этот кажется достаточно тихим но я знаю что есть вот любители классики и конечно им очень сильно понравится этот аромат потому что здесь вот какие-то вот может быть снова кардамона или какие-то специи вы ноты они прямо очень красивы такой он даже я сказала новогодний почему-то для меня по аромату но вроде бы как он летний насколько я поняла давайте посмотрим что пишет фрагрантика какие там реально ноты значит это аромат 2008 года франсуа донж создал его здесь мандарин бергамот белый кедр мирт и пачули интересно да то есть какая достаточно мягкая композиция мандарины мужских ароматах просто вообще всегда шикарно звучат по поводу мирта я никогда не ощущала мирт возможно это вот как раз вот это вот кориандрова для меня мирт дает не знаки это смола насколько я помню пачули я тут супер тоже не слышу но он у меня уже давно может быть он как-то чуть выветрился не знаю но классный красивый аромат не очень сильный я не думаю что не очень громкий шлейф разве что вы на себя очень много нанесете но это фажер и я бы не рекомендала потому что может начать душить вот на свидание мне кажется можно вполне на какую-то деловую встречу по возрасту я думаю безопасно всем но для будет таким знаковым ароматом для более молодых мужчин для более взрослых он скорее всего такой повседневный покажется ну интересно но кстати вот на фрагрантике ничего не написано ни про какие эксклюзивные молекулы которые тут были использованы пинная может просто в названии как-то они так выпендрились но очень прикольно классный аромат так что кто искал информацию о нем вот такой мой обзор я думаю что есть в мире более интересные ароматы честно но этот супер классный безопасный если вы хотите с допустим если сыну своему подарить мне кажется очень будет вообще он в школе или в институте будет пахнуть очень круто да он такой он безопасный не навязчивый такой не раздражающий хороший аромат на самом деле думаю что он более зимний почему-то вот эти вот бальзамический мир да хотя тут мир как цветок обозначен но мир можете а я путаю на нас мира мира это смола до мирт вот такой цветочек такой беленький интересный на мне кстати он звучит как унисекс немножко на все таки склоняюсь тому что это более мужской вариант вот тут пишут что он похож на versace eros я хочу кстати сделать обзор на versace eros но посмотрим так что он ребята кому интересно такая штучка на флакон конечно просто бомба очень красивый буду беречь для коллекции пишите мне знаете ли вы этот аромат и что вы о нем думаете и как вы его вообще используете зимой летом для каких случаев и если у вас какие-то истории с этим ароматом всем отличного дня хорошего настроения всем пока